Самарская область один из немногих регионов России, где активно борются с абортами. Еще шесть лет назад депутаты местного законодательного собрания выступили с предложением вывести операцию по прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования. На них появилась новая инициатива, которую уже притворяют в жизнь. Все подробности далее. Министерство здравоохранения Самарской области провело совещание с руководителями частных клиник и призвало врачей отказаться от операции по прерыванию беременности. По словам руководителя ведомства Михаила Ратманова, большинство медучреждений согласились. Некоторые попросили время на принятие решения. Но в региональном Минздраве рассчитывают, что уже в следующем году частные клиники Самарской области окончательно прекратят эту практику. В Самарской области сегодня делают около 6 тысяч абортов без медицинских показаний. Исключительно по желанию женщин. Однако в регионе стараются снизить эту страшную статистику. Сейчас каждая пятая женщина отказывается от аборта. В государственных больницах с беременными проводят консультации. Успешность этих переговоров составляет пока небольшой процент, всего 18. Но нельзя забывать, что за этим числом стоят жизни конкретных спасенных людей. Еще в 2013 году самарские депутаты выступили с инициативой прекратить финансирование абортов за счет бюджетных средств, за исключением операций по медицинским показаниям. Предложение было отправлено на рассмотрение в Госдуму, хотя уполномоченные по правам человека по Самарской области, региональная прокуратура и ряд других местных ведомств дали отрицательное заключение на законопроект. На выводе абортов из системы ОМС настаивает и Русская Православная Церковь, на самых высоких уровнях привлекая внимание к проблеме абортов. Признавая неприходящее значение, высокую ценность жизни, как Божьего дара, Церковь неустанно призывает власти общества к возвращению, к нравственному установлению, исключающему возможность лишения жизни нерожденных младенцев. Это не революционные изменения, а возвращение к норме жизни, без которой немыслимое счастье женщин и мужчин невозможно будущее в нашего народа. Жизнь, сохраняемая в материнской утробе, не может быть препятствием к чему-либо материальному благополучию. Это фантом, это миф. Собственно, здесь определяющую роль играет понимание человеком, конечно, своего благополучия. Но сегодня в жизни нашего общества, увы, действует циничный принцип. Ради личного благополучия многие люди жертвуют жизнями своих потомков. Мне приходилось неоднократно поднимать данный вопрос на самых разных государственных уровнях, в том числе и в этих стенах. И слава Богу, мы наблюдаем определенный прогресс. Однако, продолжая получать тысячи писем от верующих с прозвы и призвать власти к решению проблемы абортов, прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления. В церкви считают аборты легальным убийством детей до рождения, а также призывают к внесению в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом. Церковь также не приветствует использование противозачаточных средств с абортивным действием и вспомогательных репродуктивных технологий, составляющей которых является убийство детей на начальных этапах эмбрионального развития. Инициативу Самарского Минздрава можно только приветствовать. В регионе уже 10 клиник из 31 отказались выполнять аборты и добровольно сдали лицензии на этот вид деятельности. За 9 месяцев текущего года около 4 тысяч женщин прошли доабортное консультирование и почти 800 отказались от абортов, выбрав жизнь для своих будущих детей. И это, пожалуй, главное, что Минздрав Самарской области мог бы записать в перечень своих последних, но хочется надеяться, не окончательных достижений. Татьяна Евстигнеева, Инна Веденисова, Игорь Переплетов, Телеканал «Спас».